Когда я пошла рожать, это колоссальное чувство одиночества для меня. Мы рожаем телом, и тело нужно к этому готовить. Нет мужского и женского, эти не будем делить. Есть партнерские отношения во всем. Если мы говорим про подготовку к родам, например, можно, конечно, сидя на диване, медитировать, рисовать картинки, вдыхать масла. Да, это круто, но это будет однобокая подготовка, потому что мы рожаем телом, и тело нужно к этому готовить. Если ты 9 месяцев просидишь на диване, и если ты не будешь работать над своей выносливостью, выносливость это еще очень важный момент, ее нельзя заработать на неделю вперед, на месяц вперед. Ее каждый день нужно добывать. Откуда там брать? Откуда брать? Ну, вот те же самые пешие прогулки в быстром ритме, там не обязательно 10 тысяч шагов, час в день, в твоем быстром темпе. Это ты уже хорошо прокачала физику. Ноги – это второе сердце, ты кровушку разогнала. Это ты уже шаг сделала для себя и в плане подготовки к родам. Елена Пашкова – перинатальный психолог, клинический психолог, специалист по грудному вскармливанию, руководитель школы будущих родителей. Отличаемся ли мы, там, 30-летние, от наших мам? Вот. Отличаемся ли мы чем-то? Отличаетесь ли вы чем-то? Я наблюдаю, чем отличаются современные женщины. Во-первых, Сибирная организация здравоохранения говорит о том, что сейчас, после родовых депрессий, большое количество, у каждой шестой-восьмой. Этим вы уже отличаетесь, современные девочки, которые идут рожать. Почему так? Я думаю над этим. Когда разговариваю с женщинами, которым лет по 60, они говорят, да какие депрессии? У нас не было никаких депрессий. У нас там частный дом, трое детей, пока ты там огород прополешь, пока ты там всем все сваришь, накормишь, перемоешь. Какие депрессии? Депрессии были, но не в таком количестве. Мне интересен этот вопрос. Почему же так? Почему сейчас у тебя все есть? У тебя есть машина, тебе не надо бегать за автобусом, тебе не надо ходить в магазин, стоять за продуктами, тебе вообще все привезут. Тебе не надо нянчиться с ребенком так, как это было раньше. Есть помощники, есть няни. Тебе не надо мыть квартиру, потому что есть клининговые компании. Почему? Почему тогда плохо? Почему тогда такие страдания? Почему тогда больше вот этих самых депрессий? Мне кажется, опять же, вопрос в той самой физике. Когда нет выносливости, когда нет двигательной активности той самой. Когда я спрашиваю с 10 человек девочки, кто ходит пешочком, кто поднимается на пятый этаж, ну, одна руку, может быть, поднимает, да. Мне кажется, это очень-очень много зависит от того, что люди сели, каждый в свою машину. Ребенок родился, у нее нет никакого материнского инстинкта, сейчас антропологи доказали, и все нужно зарабатывать. И качественно подгузник меняет тот, кто чаще это делает, и укладывает спать лучше, кто чаще это делает, и купает лучше, кто чаще это делает. Поэтому, конечно, это очень важно, вовлекать мужчин во все это. Нет мужского и женского, эти не будем делить. Есть партнерские отношения во всем. Я-то и веду к вот этому вот партнерству, когда говорят, что вот партнерские роды – это не мужское. Ну, потому что, ну, что он там будет сидеть, и он ничем не поможет, извините. А если ты приходишь домой, а муж с работы раньше тебя пришел, и с температурой лежит 37,5, к примеру, и ты такая заходишь, говоришь, о, я не знаю, чем тебе помочь, я к маме на три дня, вот когда тебе станет легче, вот я тогда приду. Но это же нечестно, правильно? Потому что у нас же семья, мы же все делим, и в радости, и в горести, мы все делим пополам. И с ребенком точно так же. Да, конечно, больше мужчин приходит на эти занятия, и поскольку у девочек мозг у нас, у девочек устроен так, что во время беременности тут зашло 100% информации, через 3 часа вышло 70, то мне, конечно, радостно, потому что мужчины все запоминают, информации у них остается больше, они интересуются. Почему мы все время спрашиваем, как к нам будут относиться, как на нас будут смотреть, как с нами будут разговаривать? А мы-то сами. Мы же тоже должны этот позитив нести вот в это вот заведение, куда мы входим на несколько дней. Ты заходишь в приемное отделение, ну, улыбнись, ты зашла в гости ненадолго. Что там тебя ожидает, что тебе могут говорить, как отвечать. Взаимоотношения не только с доктором, с акушером, сразу с первых минут, взаимоотношения с ребенком. И это решает огромное количество проблем. То есть это не создает проблемы. Ты все равно представляешь уже, что здесь, что здесь. Я за то, чтобы быть более гибким. И вообще, конечно, курс, он трансформируется. Матка ниже, поясница, поясница ниже. Ребенок идет к голове вниз. Четыре лапочки должны выбирать. Я себя, наверное, лет с двух помню. Мама тренирует девочек. Потрясающая какая-то атмосфера чистоты, большие потолки. И очень важный элемент, который, мне кажется, до сих пор мне снится. Аккомпаниатор на рояле. Я, наверное, хотела стать как мама тренером. Тренером я не стала. Но всю жизнь я иду вместе со спортом и стараюсь такой здоровый образ жизни на своем примере нести всем, с кем я работаю, с кем я сталкиваюсь по жизни. Закончила я медицинское училище, среднее специальное образование. Потом был СИПГУФК, факультет реабилитации. Работала методистом по лечебной физкультуре. Ну и дальше психология, факультет психологии, клиническая психология. И в 2000 году заканчиваю факультет психологии вместе со своей коллегой Юрией Авериной. Арендуем помещение. Такой кабинетик маленький был. Это то время, когда люди, наверное, решили, что все-таки к психологу можно идти, нужно идти. Самое начало развития психологических услуг. Интернета в 2000 году не было. Не было компьютеров. Телефоны, наверное, кнопочные были. Я помню, что нам нужно было отправить какие-то материалы на первый или второй съезд перинатальной медицины в Санкт-Петербург. И мы идем куда-то к каким-то ребятам, которые должны нам помочь это сделать. И мне говорят, ну вы запишите электронный адрес. Я записываю, он мне диктует собакамл.ру. Я говорю, ребят, пожалуйста, помедленнее, я не успеваю. Я пишу собака. Первые полгода мы принимали практически всех. Вот люди приходили с улицы с разными проблемами. Взрослые, пожилые люди с детьми приходили. Хороший такой колоссальный опыт. Параллельно учились, потому что психолог, он как врач, он должен все время повышать свой уровень квалификации. Но через некоторое время, наверное, через полгода, мы понимаем, что нам нужен какой-то особый контингент, нам хочется работать на целевую аудиторию. Начинаем думать, где нужен психолог, где он востребован, где еще их нет, где можно проявить себя. Военные были укомплектованы психологами, полиции тоже были, в школах были, в детских садах. Беременные, оказывается. Вот она, та самая категория, где масса тревоги, где очень много страхов. Я же никого не отпущу на перерыв, если не будет. Как рассказать о себе, о том, что у тебя есть программа, о том, что ты можешь помогать людям? Идем в женскую консультацию. Женская консультация от шестого родильного дома к заведующей. Рассказываем о том, что хотели бы проводить занятия. Она послушала нас, ей это очень понравилось. И с того момента раз в неделю проводим бесплатные занятия, полуторачасовые, в шестой женской консультации. Потом вторая консультация, третья. И вот 10 лет, наверное, может даже больше 10 лет мы проводили полуторачасовые занятия во всех, почти во всех женских консультациях, кроме первого родильного дома города Омска. У нас в месяц где-то выходило около 30 вот таких бесплатных занятий, качественных, на которых я не рассказывала о том, что вот ребята, девочки, приходите, у нас так будет хорошо, у нас потрясающая студия, вы будете классно рожать. Нет, просто ты понимала, что тебе нужно выдать какой-то качественный контент, качественную информацию, и человека это должно заинтересовать. Если он проникался к тебе доверием, то в конце можно было даже не говорить, приходите, они сами подходили. Бесплатной работы, ее было очень много в моей жизни. Помню, что мы выступали на конференциях акушерских у нас в городе, и над нами посмеивались. Не акушеры, нет, а руководство, которое вот, я не знаю, кто это был, но я помню, что это из администрации, кто это был, они смеялись, ну вот, психолог для беременных, что это такое? Слово-то было непонятное словосочетание, перинатальный психолог. Да, но потихонечку это вошло в нашу жизнь. Перинатальный психолог – это человек, который работает с женщиной во время беременности, ну и после родовый период, тогда, когда необходимо, когда есть тревоги, когда есть страхи, когда есть опасения. У меня это не только связано с подготовкой к родам, ко мне приходят мамы уже с четвертым ребенком, есть такие рекордсмены у меня, семья Мазур, четыре раза, а зачем тебе четыре раза? Есть девочка Света, которая с пятью приходила, вот недавно пятого родила, и они все приходят за какой-то уверенностью для того, чтобы создать внутренние опоры, потому что эта беременность другая, роды другие, они говорят, нам всякий раз нужны вот эти вот опоры. Да, было сложно поначалу доказывать. Ну, доказывать-то ничего не нужно было. Мы понимали, что есть та категория, которая в нас нуждается. Это не только связано с подготовкой к родам. Вообще, в принципе, огромное количество проблем возникает у этой очень уязвимой категории. Когда ты беременеешь, когда ты рожаешь, ты становишься очень уязвимой, особенно после родов, когда к тебе все идут, грамотные такие, да, бабушки, и вот с этими советами жуткими. И говорят, ты не это делаешь, ты неправильно. Хотя они должны же поддерживать. Они же не должны забывать, что ты ребенок, что ты дочь, что тебе просто нужно прийти, обнять и сказать, чем я могу помочь. Нет, они сразу же идут и говорят, что надо, что не надо, купать в пеленке, в марганцовке, там, после кормления сцеживать, что там еще, пеленать обязательно. Ну вот. Приходится бабушкам что-то объяснять, какие-то моменты. Я вообще очень люблю, когда на занятия приходит старшее поколение. Я как-то проводила занятия для бабушек. Просто взяла и решила их собрать. Их много пришло. Ну вот, новорожденная мама, вот как к ней относиться? Бабушки были в восторге. Они после занятия там обнимали меня, говорили, как классно, мы теперь будем вот по-новому ко всему относиться. И тут же задают вопросы. Ну нет, ну скажите, ну ей же все равно что-то нельзя есть. Я говорю, ну нет, ну не существует диеты для кормящих мам. Нет, нет, вы от нас что-то скрываете. Ну, есть, ну тяжело. Бабушкам тяжело перестроиться. Сегодня мне девочка рассказывает, говорит, мама, как это так? Мне нельзя было есть ни овощи, ни фрукты, ни сладости, а тебе можно сейчас. Я говорю, видимо, маме стало обидно. Когда я пошла рожать, я про это, наверное, говорю всегда. Мне бы очень хотелось видеть маму рядом. Как-то про партнерские роды с мужчиной не было на тот момент разговора. Но маму бы очень хотелось рядом видеть человека близкого. Мне даже помощь не нужна была. Просто это колоссальное чувство одиночества для меня тогда. Очень одиноко. Хотя люди, которые принимали роды, я их знала, я с ними была знакома, они были суперпрофессиональными. Но одиночество жуткое. Мне кажется, что самое главное — это готовиться начинать заранее. Вообще, это такой важный момент, это такой ответственный момент. И к беременности нужно готовиться. И во время беременности не просто ходить к доктору, а читать важную, нужную информацию, находить ее. А кто хочет, тот обязательно найдет. И сейчас даже деньги не нужно вкладывать. Вы открываете Комаровского, нашего доктора, замечательного нашего гуру. И вы готовите себя к роли мамы. И он вам расскажет все. Даже если вы не хотите ходить на курсы, вот на одном Комаровском уже можно стать более спокойным человеком. Уже можно сформировать вот этот вот нетревожный подход к ребенку. Готовиться нужно не только с точки зрения психики. Готовить нужно тело. Про это не забывать. Важный момент привлекать к подготовке к родам. И к тому, что он станет папой, будущего папу. К тому, что он будет... Вот знаете, такой момент, наверное, важно понимать, что вы взаимозаменяемы. Опять же, как партнеры, что вы можете друг друга совершенно спокойно подменять, кроме грудного вскармливания. Ой, мне очень тяжело про нее рассказывать, потому что подругу я потеряла три года назад. Да, это был очень близкий человек. И все вместе. Все, мы двигались с ней вместе. Мы понимали друг друга тут даже не с полуслова. А я что-то пытаюсь произнести. Она говорит... Она говорит, ты громко думала. Я все услышала. Да, мы были взаимозаменяемы очень. Ну, это просто человек, с которым ты был всегда на одной волне. Друг друга дополняли. Все делали вместе. Ну, были какие-то у нас разграничения. Курсы мы проводили вместе. Я проводила занятия по йоге. После родовой была гимнастика мама и малыш. А у нее больше занятия по уходу за малышом. Да. Хотя она могла прекрасно вести и мои занятия, и я ее занятия. Мы учились. Вот Юля Васильевна и я. Я больше люблю фотографироваться. Юль Васильевна не любила. Поэтому она мало где есть. Только там, где есть детки. Человек, который для себя вообще не жил. И я, наверное, в память о ней очень много говорю о том, как важно о себе заботиться. Потому что ни один человек, ни мама, ни папа, ни дети, ни муж не позаботятся о тебе так, как позаботишься ты. Мы учились в университете. В университете на факультете психологии. Это было уже последнее образование. Не стоит говорить. Крайнее, видимо. Да, это было крайнее образование. Да. Вот. И как-то с первого дня я ее видела. Мне зашла. Кому-то надо было присесть. И я увидела такую скромную девушку. И все. И с первого дня это просто стал очень близкий человек для меня. И нас путали. Меня называли... Я Елена Сергеевна. Меня называли Елена Васильевна. Она Юлия Васильевна. Ее Юлия Сергеевна. Она вот так. И все говорили, что вы очень похожи. Хотя внешне мы совершенно два разных типажа. Абсолютно мы не похожи. Но, наверное, вот объединяло нас. Она еще очень любила деток. У нее еще было образование педагогическое. Она была шикарным учителем начальных классов. Ее было первое образование. Наверное, лет 12. Больше она проработала в школе. Да. Поэтому она деток очень хорошо знала. Знаете, вот вопрос задают. А не хотели бы вы кого-нибудь в пару взять? Вообще мысли не было. Потому что я понимаю, я второго такого человека не найду. Я похожего такого человека не найду. К любому другому мне пришлось бы и придется объяснять, что я вообще хочу. Что я об этом думаю. А мне так не хочется. Поэтому, да, я осталась одна. Я пересмотрела все. Мне захотелось внести туда что-то новое. Конечно, каждый человек строит курс в зависимости от того, что у него есть за душой. Любая теория рождается из человека. Любая практика рождается из человека. Я больше привнесла в этот курс физики, физического. Где-то с год назад я взялась за интернет, за инстаграм. И там точно так же. Из 100% информации, пожалуй, процентов 5 рекламы. Ну, в качестве там расписания. Прекрасно понимаю, что у девчонок мало времени. У тех, которые родили. У них мало времени где-то искать эту информацию. Поэтому я ее предоставляю от современных грамотных педиатров, неврологов, гастроэнтерологов, специалистов по лечебной физкультуре, массажу, психологов. Все как-то поддерживали и говорили, что ты очень важным и нужным делом занимаешься. Потому что ведь ты не только учишь правильному дыханию, как тужиться. Это важный момент. Ты учишь, ты не учишь, а именно помогаешь создать те же самые партнерские отношения и с акушеркой, и с доктором. Амичей меньше рождается. Ну, я думаю, что рождение какими-то волнами происходит. Вот первый родильный дом недавно выдавал статистику. Летом у них, например, в июне месяце рождается 500 человек, а в прошлом месяце 300 человек. Ну, я думаю, что это какая-то закономерная статистика. Ну, вообще сейчас меньше рожающих, значительно меньше, потому что 90-е годы сейчас рожают дети 90-х. В 90-е демографическая вот эта вот яма, и детей в 90-х было мало. Меня в городе знают. Знают, кому нужно идти. В плане подготовки, да, очень мало девочек понимают, что это важно, это нужно. Да, мало. А так-то сейчас интернет есть. Кричи себе, заявляй о том, какая ты крутая, о том, что ты можешь. Ну, тоже многие молодые девчонки, когда начинают чем-то подобным заниматься, они на странице на своей говорят о том, что вы получите, и как у нас здорово. Ты расскажи просто, выдай какую-то информацию, чтобы вызвать уважение к себе. Я не думаю, что это прям сложно. Нет, сейчас как раз больше возможностей. 20 лет назад это было сложно, потому что ты реально не знал, с чего начать. Куда идти? Где? Кричать. Ау, девочки, приходите. У нас все здорово. Мне нравится мой город. Я сама, Мичка, я люблю этот город. Мне нравятся люди, они немножечко такие замороженные. Они не сразу приветливые. Но если их расположить к себе, если они понимают, что ты идешь с добром, то ты такой колоссальный отклик получишь. И я его получаю каждый день. Огромное количество спасибо, и иногда даже прям неловко становится. Отличаются от тех, кто живет в Краснодаре, в Сочи, в Крыму. Там все очень живые, потому что там тепло, там веселее. Потому что холодно у нас, много холода. Поэтому, я не знаю, они какие-то, мне кажется, мы все очень серьезные. Я человек очень легкий на подъем. Я собираю чемодан за два дня. Это может быть кардинально что-то другое, если мне будет очень интересно. Мне сложно называть это работой. Когда говорят, спрашивают, вот это ваша работа. Потому что то, что тебе доставляет удовольствие, это сродни хобби. Доход это начало приносить, наверное, года через три. Очень часто задают, в чем цель, в чем смысл того, что я делаю. Мне кажется, что смысл в том, что, чтобы изменить мир, тот, в котором я живу, маленький кусочек, ну пусть диаметром 10, 20, 30 километров. Если я пойму, что он станет менее тревожным, в нем будет меньше стрессов, в нем будут более счастливы дети, я буду тоже счастлива. Субтитры сделал DimaTorzok